Doogee S118, очередной защищенный смартфон на платформе Mediatek Helio G99, вот так вот, со 120-герцовым экраном, очень ярким, кстати, со стерео-звуком, с камерой ночного видения, правда, инфракрасной, то есть это не тепловизионная камера, а инфракрасная, с 50-мегапиксельным модулем, по крайней мере, так они заявляют, и очень неплохой батареи в 10800 мА. Самое интересное, что у нас здесь еще и экранчик такой, знаете, 6,58 дюймов, и это еще не все, здесь, здесь у нас 8 гигабайт оперативной памяти, 512 хранилища, но оперативную память 8 гигабайт можно расширить до 20, вот как-то так, на андроиде 14, на канале Технозон, поехали. Вообще, знаете, такой смартфончик, который и уронить не страшно, блин, я стол чуть не поломал, капец, и уронить не страшно, и утопить не страшно. Не тонет, не горит, защищен, вы знаете, ну, горит, само собой, сгорит все, что угодно, защищен, и действительно, сейчас у нас Лена его, она, когда ходила, фотографировала, роняла куда-то, чего-то там начинала, у нас она его мыла, вы сейчас видите кадры, как она моет этот смартфон, и ничего ему абсолютно не происходит. Хотя, я вам скажу, по внешнему блоку камер, которые у нас стеклянные, я вам скажу, защищенные смартфоны уже не те, абсолютно, потому что, вот, я не могу поручиться за прочность, допустим, этого блока стеклянных камер, но давайте его отложим, вы увидите его на распаковке ближе. Хорошо, что есть быстрая зарядка, 33 ватта, но перед этим, конечно же, нужно взять, подписаться, нажать колокольчик, и ссылки на данный смартфон на правильных продавцов разместил в описании под видео. Мы с вами на сайте продавца, то есть, он есть у нас на Амазоне, есть на Амазоне, можно, в принципе, на Амазоне его взять за 279,99, но лучше всего брать на Алиэкспрессе, 213 баксов, именно здесь мы на него посмотрим. Смотрите, 512 памяти я уже сказал, G99 сказал, Full HD+, 120 герцовый экранчик сказал, у нас камера 50 мегапикселя, 12 мегапикселей ночного видения, 8 мегапикселей ультраширик и макро, и все это у нас еще и фронталочка Sony на 32 мегапикселя. Прикольно, кстати, 10800 мА, 33 ватта, еще и поддерживает NFC и разблокировку отпечатками. Кстати, отпечатки действительно работают очень-очень быстро, я когда тестировал, я потом в обзоре покажу, то есть, смотрите, то есть ты приложил, это мгновенное срабатывание. Мгновенное, в обзоре еще покажу более детально, как они красиво его расписывают, 120 герц экран, теперь, мне, можно, кстати, поставить двухтерабайтную карту памяти, расширить память, это очень хорошо. Ну, хотя они, видите, здесь пишут 370 тысяч баллов в Antutu, я вам скажу, я реально получал 430 тысяч. 430 тысяч на этом 6-нанометровом процессоре, и вы сможете спокойно на 430 тысячах поиграть, а ну, сейчас я прям гляну, мне аж интересно стало, почему они пишут 370 тысяч, или они чего-то не доработали, или что-то у них не получилось, потому что, вот, 448 тысяч, я, вот, очень удивлен, что они что-то пишут такое, по играм, играть, ну, как они, видите, пишут, играть, вы можете во все, что угодно, 448 тысяч в Antutu позволяет играть во все, что угодно, играл я на нем в Warzone, да, подмобайл Warzone, играл в танчики, играл в PUBG, и вообще без вопросов. У него есть сертификация Milest AD 810H, у него IP68, IP69K, и, конечно же, вот, даже вот этот вот Milest AD 810H говорит уже о том, что вы можете там делать все, что угодно, ронять, топить, закапывать в песок, у него Gorilla Glass Victus стекло, кстати, что не характерно для смартфонов за такую цену, вот, кстати, пойдите на текущий момент цену, посмотреть, потому что он еще в акции, потому что он еще дешевле, у него стерео, классные динамики, вот, насчет динамиков я вообще был удивлен, яркий экран, динамички, киношку посмотреть, сплошное удовольствие, или ютюбчик посмотреть, вот, по камерам, по камерам, камеры мне не особо понравились, давайте мы сейчас с вами откроем картинку в новой вкладке, приблизим и посмотрим, что у них здесь, они не пишут, какие здесь модули, но у нас основная камера с апертурой 1.8, плюс, минус 5%, ну, как-то, это очень интересно, 50 мегапикселей, у нас поддерживает фазовый автофокус, да ладно, ночного видения Sony Sensor, 12 мегапикселей тоже с апертурой 1.8, возьми мегапиксельный ширик, у нас 121 градус, и у нас с апертурой 2.4, и фронталочка с апертурой 2.0, 85 градусов ширик, Sony IMX615, основные модули они не акцентируют, хотя в основном там на G99 платформу ставили Samsung, и здесь они почему-то на этом даже как-то не заострили внимание, конечно же, снимается HDR, панорамой и тому подобные какие-то штуки, слушайте, ну, в принципе, я готов уже идти, его распаковывать и тестировать дальше, а мы, а батарея, кстати, батарея отдельная тема, 95 часов звонков, в стендбай 980 часов, 32 часа музыкального проигрывания, 14,5 часов видеопроигрывания, 12, почти 13 часов веб-браузинга, да, и все это подкрепляется быстрой зарядкой, кстати, есть еще обратная зарядка, вот это, кстати, классно, а ну подождите, сейчас мы эту обратную зарядку проверим, то есть его можно использовать еще и как Powerbank, сейчас мы увидим, так, включаем кабель, включаем кабелечек в мой смартфончик, такой, опача, ну смотрим, о, да, пошло заряжать, то есть у меня смартфон заряжается по обратной зарядке, это тоже очень даже неплохо, но можно заряжать от него аксессуары, Android 14, конечно же, здесь в наличии есть и GPS, и A-GPS, и навигация будет работать, все, пошли с вами распаковывать, делать обзор и вернемся на выводе, ну и что, Дуги, Дуджи, Smart Life for US 118, 512 гигов хранилища, 20 гигабайт это общее, 8 плюс 12, как они пишут, 8 плюс 12 расширения, что у нас тут еще пишут, да тут нам, в принципе, ничего интересного, давайте вскрывать, будем смотреть уже, что там внутри, тадам, вот такой вот смартфончик, смотрите, вау, видела, какой дизайнчик классный, так, смотри, как он переливается, ты видишь, блок камер, ты знаешь, относительно нет, такой увесистый, но относительно не тяжелый, качельки громкости, у нас здесь кнопка включения-выключения, все, конечно же, на винтах, с репарализированными углами, для того, чтобы при падении у нас не треснул экран, блок камер, просто-напросто топ сделано, но они, видите, пишут ИИ, 4 камеры, то есть 1, 2, 3, 4 вспышка, тут 4 камеры и есть еще инфракрасная камера, да, получается, снизу у нас под заглушкой Type-C-шечка, микрофончик раз, ой, я его включил, зажал, нажал, включил, у нас разъем для TF-карт и SIM-карты, оп, смотрите, одновременно можно поставить одну SIM-карту, либо две SIM-карты, вернее, одну SIM-карту плюс TF-карту, либо две SIM-карты одновременно, как-то так, и кнопка программируемая для PTT и тому подобного, смотрите, какой прикольный экранчик, там стекло, у него наклеено стекло, тут заводское стекло, я в шоке, ладно, это мы настроим, это мы вернемся к этому позже, также у нас здесь, это Screen Protector Accessories, это для ухаживания, у нас вот есть еще тут зарядочка, быстрая зарядка, насколько я понимаю, 33 ватта, да ладно, 33 ватта и Type-C-шечка у нас в комплекте, и здесь у нас есть еще одно запасное стеклышко, два стекла, стекло одно наклеено, а второе стеклышко, это они, конечно, молодцы, чехол, они так по какие-то же, эти же не ставятся чехлы, они носятся без чехлов, нету, нету, зачем нам крепление, не, там это другой телефон, другие смартфоны, да, то есть у него влаговодозащита, защита от падения, хотя вот этот блок камеры, конечно, стеклянный, меня немножко смущает, но, блин, интересно, интересный дизайн, а вот это вот что, это динамики, так сделано, интересно, на стерео, смотри, да, смотри, здесь у нас и здесь, вот это прикольно, ладно, хорошо, настроим и вернемся, ну что, попробуем конкретно датчик отпечатков пальцев, работает, ладно, с этим справился, практически мгновенно, интерфейс достаточно плавный, идем в настройки экрана, хочу посмотреть, есть ли, оу, какой он яркий, мама родная, аж пересвет на смартфоне, да, у нас получается есть адаптивная яркость, и у нас есть с вами 120 Гц, смотрим, ну, достаточно плавненько, плавненько и хорошо, оно сам по себе интерфейсик, оу, вот это, вот это приятно, я вам скажу так, и после разблокировки сразу во все тяжкие, объясню, очень нормальная мощность для того, чтобы поиграть, если посмотреть на графику, дает нам поставить HD и высокие настройки по частоте обновления экрана, смотрите, достаточно неплохо все работает, действительно, очень яркий экран, если поставить на максималку, то вообще, смотрите, аж в пересвет уходит, очень яркий, действительно, вот, что есть, то есть, придется нам чуть-чуть его прикрутить, чтобы было хотя бы на камере нормальное время, ну, сейчас куда-то приземлимся, ну, смотрите, ныряем в туман, ныряем в туман, ничего не тормозит, все отлично, сейчас по приземлению уже поймем, что к чему, но пока проходит все хорошо, специально так тестирую, потому что туманные области обычно дают нам падение FPS, если вдруг таковое есть, давайте сейчас приземлимся, хорошо, что большая батарея, можно долго поиграть, да, так, по тачу, у нас дело в том, что здесь наклеено стекло, стекло достаточно низкого качества, объясню, дело в том, что не очень удобно скользить именно на самом стекле, я отношу это не конкретно к качеству исполнения экрана смартфона, я отношу это конкретно к качеству исполнения самого стекла, тут уж есть как есть, ну, давайте, что мы тут возьмем, ну, давайте вместо УЗИ возьмем такую штукенцию, ну, нет, ну, нет у меня вопросов, вот именно с такой штукой, отлично все бегает, ну, звук, звук, стерео, звук стерео, ребят, да, слышу здесь, слышу здесь стереозвучок, вот это приятный бонус, и поиграть приятно, и музычку послушать, и, допустим, видосики посмотреть, но по PUBG у меня вопросов нет, смотрите, все быстренько, все хорошо, и среди деревьев, среди тумана у нас не в песне падает, кстати, он практически не греется, да он не должен греться, все-таки процессор такой, давайте выходим, и сразу должны понимать с вами, что же у нас внутри, дуге 118, MT6789 платформа, 8 гигабайт, ну, физической на 512, версия Bluetooth 5.2 показывает, процессор, это Mediatek Helio, 6 ядер Cortex-A55 по 2 ГГц, 2 ядра Cortex-A76 по 2.2, 6-ти нанометровый, здесь как бы у нас все хорошо, сетевые модули, ну, здесь мы проверим фактическое, тут нам неинтересно, доступа к температуре, как всегда, нет, это, в принципе, и не будем на нем обращать внимание, потому что такие телефоны не греются, 10 800 мА батарея, ух ты, прикольно, по мощности, 448 696 баллов в Antutu 1027, в принципе, этого хватит даже, чтобы поиграть, так, всего 5 касаний у нас, сразу говорю, то есть экран не на 10, а на 5 касаний, кому-то, возможно, важен такой момент, есть стандартные штуки Toolback для вот таких вот смартфонов защищенных, это, например, там, компас у нас есть, есть у нас саундметр, который сейчас измеряет, а-а-а, вот я кричу, измеряет децибелы нашего звука, скажем так, громкость, у нас есть, видите, уровень визуальный, горизонтальный, вертикальный, есть у нас, смотрите, уровень пузырьковый, кстати, ой, кстати, тоже прикольная штука, измерение высоты, не обращаем внимания, оно чисто визуальное, на ваш руслощик, есть у нас увеличительное стекло, есть транспортирчик для измерения углов, визуальный тоже, есть отвес, тоже визуальный, кстати, который ориентируется на, допустим, тот же самый акселерометр и визуальный, ну, сирена есть, она очень громкая, ну, его нафиг, если честно, есть с мерцалками со всякими, со всякими, но это, кстати, абсолютно вот адекватно, это у нас зеркальце, адекватные инструменты, которые у нас, а это что у нас? Пидометр, кто у нас хочет быть пидометром? Оно измеряет что? Кто, какой пидометр? Ну, вообще-то, шагомер, короче, я понял, ну и фонарик, само собой, фонарик у нас, видите, сдвоенная флеш-вспышка, короче, работает как фонарик. Именно такая мощность позволяет нам играть вот в достаточно мощные игрушки, вы здесь сможете на таком процессоре поиграть и, допустим, в Genshin Impact, не вопрос, и в код Warzone тоже поиграете спокойно, потому что все, что выше там 300 тысяч баллов, я считаю, достаточно нормально можно отыграть. Я показываю то, во что играю я, давай-давай-давай-давай-давай, уже куда-нибудь там добежим. Кто играет в робот? Кстати, напишите в комментах, кто во что играет на смартфонах, если играет. Звук, конечно, крутой, я вам скажу так, звук очень крутой, громкий даже сильно, надо тише сделать, чуть-чуть, потому что, потому что невозможно им пользоваться, слишком, слишком действительно громко. Ой, нормально так его прилупили, а ну давайте следующую. А, все, меня слили? Ну, бывает, бывает такое. А после того, как поиграли, можете YouTube-чик посмотреть. Кстати, он может у нас декодировать, смотрите, давайте, вот, он у нас может декодировать, 1440p 60 Гц, то есть 2К 60 Гц, достаточно яркий экран, звук вообще просто классный, стерео. У меня вопросов по воспроизведению YouTube, например, или других стриминговых сервисов нет, он спокойно с этим справляется. В частности, на Mi Go Go я смотрел фильмы тоже, без каких-либо ограничений, фильм воспроизводится тоже со стримингового сервиса. Я вам скажу, я получил удовольствие от просмотра здесь на таком ярком экране каких-то стримов. Я не говорю, что это топ-телефон, но то, что взять его куда-то с собой из-за мощной батареи, очень даже ничего. По поводу камеры. Конечно же, есть Night Vision, камера ночного видения, вот мы фотографировали, но, используя ночью, есть светодиод, который можно увидеть невооруженным взглядом, поэтому использовать какие-то опасные условия, где необходима скрытность, нельзя. Обыкновенная инфракрасная камера, скажем так, ночного видения, это инфракрасник, это не тепловизор. Обыкновенные камеры у нас, в принципе, неплохи, хотя у нас есть небольшие вопросы с фокусом, хотя и видео оно пишет неплохо, смотрите, давайте переверну, достаточно детальные, пожалуйста. Я оригиналы вот этих всех видео и фото разместил в описании под видео, по ссылочке. Вот, видите, у нас с фокусом проблемы. Сколько мы не тапали, то есть оно сначала фокусировалось на вот этом металлическом острие, но все равно переходило на задний план из-за того, что он более яркий. То есть есть какие-то у меня проблемы с фокусом, и, честно говоря, в другом месте, где были более темные задние объекты, у нас такой проблемы не было на том же расстоянии. То есть фокус работал отлично. В данном случае я не скажу, что это самые топ фотографии, но то, что что-то фотографировать он может, это точно. Видео можно снимать с максимальным разрешением, вот, пожалуйста, 2К, 30 Гц. Также у нас есть режим 50-мегапиксельной камеры, есть супер ночной режим для того, чтобы с большой выдержкой его обычно использовать на триподе, и есть профессиональный режим, можно гифки делать, панораму, QR-коды, баке, черно-белый и макросъемка. Давайте там макросъемку проведу, там, мои медведи, которыми я играюсь, скажем так. Ну, видите, опять у него по фокусу. То есть он сейчас отфокусировался, ты начинаешь фотографировать, а он фокус у него гуляет. Но макро у нас работает. Хорошо. По камере моя оценочка по 5-бальной шкале такая, знаете, троечка, троечка, троечка. Если говорить о самой системе, которая здесь, то у нас, видите, 8 плюс 12, мы можем до 12 гигабайт расширять память. 512, размер экрана 658, 10800 миллиампер батарея, экранчик сам 1080 на 2408, и версия андроида 14. Кстати, мне интересно, какой же здесь видеоускоритель, то, что я пропустил. Здесь Mali-G57 MC2, 120 герцовый экран. Если говорить о сетевых модулях, то 5 герцовый модуль у нас выдает, пожалуйста, 200, 300, 300 мегабит, спокойно. По 4G. Я вам скажу так, 4G здесь работает без агрегации, то есть здесь будет такой, знаете, одноканальный 4G, однобандовый. И максимально, что у меня получалось на 4G здесь найти, время получить это 50 мегабит в секунду в очень хороших условиях. Переключимся на 2.4 и тестируем на тот же самый сервер по 2.4. Здесь у нас результат выше среднего, что очень неплохо, под 50 мегабит на диапазоне 2.4 гигагерц. Пожалуйста, 50 на 40 фактически. Ну вот, пожалуйста, и Asphalt 9, который является достаточно тоже прожорливой игрой, отлично работает. Приходится уменьшать чуть-чуть громкость звука, потому что, ну на самом деле, очень качественный, очень хороший стереозвук. Неплохо сделали экранчик, достаточно яркий, неплохо сделали звучок. Материалы корпуса не отталкивают, скажем так, своим качеством, достаточно крепкий, под водой плавает и неплохие скорости. Уже стандартная конфигурация, они все все равно покупают эту платформу G99, скажем так, у одной и той же компании. Просто делают одни и те же смартфоны с разным набором функций. Пожалуйста. Слушай, где вообще готов уже пройти, прорезюмировать? В принципе, нам больше смотреть-то нечего. Есть FM-радио, забыл сказать, для которого нужны наушники. Вы это тоже должны понимать. Ну что, проходим, резюмируем. В качестве выводов скажу. Из отрицательных сторон, мультитач всего на 5 точек, это раз. Во-вторых, во-вторых, мне не понравилась камера. Все-таки основной модуль ISOCEL от Samsung, который обычно на G99 платформы ставили, он намного лучше, чем здесь. Производительность в норме. 120 Гц экран в норме. Поиграть можно. Музычка вообще отлично послушать, потому что хорошие стереодинамики. Но я боюсь, что производитель дуги зажмет немножко с обновлениями. Хотя 14-го андроида хватит достаточно надолго. Да и цена, в принципе, демократичная. Дальше уже решать вам. А с вами был Бабу на канале Технозон. Пока.